Им за 50. В волосах седина, отсюда и название серебряные волонтеры. Эта команда добровольцев в феврале поедет в Сочи. Оставшееся время до Олимпийских игр проводят с пользой. Изучают иностранный язык. Делают домашние задания, мать учения повторяют хором устойчивые выражения по несколько раз. Читают, переводят и отвечают на вопросы по цепочке. Вы бы хотели чая? What do you like? What do you like? Some tea. Хорошо. Вы бы хотели кофе? Вдруг у кого-то с давлением. Вася? What do you like? What do you like coffee? Very good. Thank you. Почти школьные методы. От этого настроения и запал, как в юности. Программа изучения адаптирована к предстоящим играм в Сочи. Ничего лишнего. Каждое слово на своем месте. Тамара Анохина хитрую лингвистическую науку начала укращать в апреле. С нулевого. Английский не учила. В школе учила немецкий. И пришлось изучать просто алфавит в первую очередь. А потом уже постепенно слова и буквы. И до сих пор трудности, потому что мешаются и английский, и немецкий, и русский. И все. Hello. Thank you. Welcome. Стоит только захотеть. За полгода можно начать говорить на иностранном. Уровень базовый, разговорный. Но этого вполне достаточно для общения с иностранными гостями Олимпийского Сочи. Бросать изучение инглиша волонтеры не собираются и после поездки. Он останется все равно. И уже сейчас вот есть такие предпосылки, что когда берешь английский язык, уже что-то ты в нем, ну, какое-то хоть одно слово прочитать ты можешь. И получаешь от этого удовольствие. Потому что ты уже что-то сделал. Работал над собой. Отличница в группе Нина Галкина. Ей немного проще база английского со школы и университета. Я не с нуля начала. Потому что я учила в школе английский. В институте учила английский. И поэтому мне уже легче, чем начинать с нуля после немецкого. Ну, и вот мне так, ну, мне нравится. И после, ну, вот, и вот я буду после, вот, после Олимпиады я, конечно, буду. Потому что я давно хотела учить английский. Вот, то есть, разговорный. Ну, как-то сегодня было времени. То внуки, то дети, то как-то так. А сейчас обязательно буду. Это как бы меня подтолкнуло. У меня внучка в Англии. И я хочу туда съездить. Вычитаю? Понятно. Английский пригодится. Конечно. Единственный мужчина в группе – Василий Калашников. Кроме занятий в группе, учит самостоятельно дома. Дома я еще по интернету. Там нам присылают задания. И там занимаюсь немножко. А раньше немецкий изучал, поэтому вообще прочитать не мог. Вот ездил за границу, а что-нибудь посмотришь и читать не можешь даже. Тут хотя бы просто понимать, что там написано. Правильно прочитать, и то уже можно догадаться смысла. А то и правильно даже не могли прочитать ничего. Поэтому вот сейчас познаем это все. Тут есть свои странности в словах, произношении. Там, что нужно только запомнить. Никакой логике не поддается. Василий уверен, разговаривать свободно на иностранном языке хорошо, лучше на двух. Хотя с иностранными гостями общий язык можно найти в любом случае. Если то, что касается такого общепринятых понятий, когда люди там соберутся, то очень много сейчас слов, которые, я думаю, по-русски скажешь или по-немецки тот же. Не обязательно там «мазер», а скажешь «мутер», я думаю, тебя поймут. Или «мать» даже скажешь. Не просто занятие, не просто увлечение. Курсы английского для волонтеров – показатель гостеприимства на Кубани. Все-таки иностранцам комфортнее говорить по-английски, а анапчане постараются, чтобы общение было приятным. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.